Аппаратное совещание Алексея Русских начал с поздравлений. Выборы подошли к концу. По его оценке, все в целом прошло спокойно. В голосовании Пульяновской области приняли участие 45,8% избирателей. На первом месте среди партий «Единая Россия» с 39% голосов. 33% у КПРФ, ЛДПР на третьем месте. У них чуть больше 7%. Дальше – «Новые люди». 187-й округ стал самым конкурентным. Победу здесь одержал Владимир Кононов, Виталий Кузин на втором месте. По 188-му округу лидирует Владислав Третьяк. Следом идет Айрат Гебадинов. Алексей Русский в качестве губернатора видит 83% избирателей. Мы считаем, что была полной мере обеспечена обидность и чистота избирательного процесса. Так что, в основном, выражаю всем нашим зрителям, принявшим участие в голосовании. Выборы выборами о ковид никто не отменял. Ульяновская область второй день бьет антирекорды. Свыше 300 заболевших в сутки. Регион поднялся на первую ступень и теперь занимает 19-е место в стране по количеству заболевших. В ПФО мы пятое. Алексей Русских привел в пример положительного опыта Татарстана, где численность населения больше, а болеют и умирают в 6 раз меньше. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в следующих муниципальных образованиях Ульяновской области. Напомню, областной показатель 24,7. При этом в Теренгульском районе за сутки зарегистрирована заболеваемость более чем в 5 раз, превышающая областной показатель. Много заболевших также в Сурском и Чердоклинском районах. Выросла заболеваемость ковидом и среди детей в связи с началом учебного года. А вот темпы вакцинации продолжают снижаться. В среднем в сутки прививают 1100 человек. Для сравнения, все в том же Татарстане – 10 тысяч в день. Будут приняты некоторые решения, в рамках которых, собственно, вакцинация будет увеличена. В первую очередь, это договор с работодателями о выходном дне для сотрудников. Второе – это увеличение пунктов вакцинации. Хотя в настоящее время уже есть 44 стационарных пунктов вакцинации. 30 передвижных, порядка 11 у нас еще работают в торговых центрах. Алексея Русских от Камбина поступило предложение проговорить все возможные новые ограничительные меры отдельно. Глава региона еще раз подчеркнул – ситуация действительно сложная. Очевидно, что принимаемых мер явно недостаточно. А те, что есть, выполняется спустя восстановление. Речь идет о невыгодной темпе вакцинации и о массовом нарушении режима ограничений и контроля всех терпиатий. Отдельно раз в неделю будет заседать и специальная комиссия по повышению зарплаты. Ее создал глава региона. Алексей Русских отметил – процесс с повышением оплаты труда в области уже наблюдается. Темпы снижать нельзя, только наращивать. Ставка на увеличение должна быть минимум 15%. Зима близко, поэтому во главе угла повестки также отопительный сезон, который начался в регионе раньше срока – с 14 сентября. В первую очередь тепло поступило в социальные учреждения. Сегодня запущено 350 теплоисточников в 190 школах и 137 детских садах. Батареи уже прогреты. В пятницу тепло станет во всех больницах. А вот в многоквартирные дома тепло начнет поступать уже сегодня. Решением регионального штаба принято с сегодняшнего дня массово начать отопительный сезон на всех теплоисточниках. В том числе крупных теплоцентралях, неоргенерации, ресурсов в Димитровграде и муниципальных и котельных нашей корпорации. Поговорили о рационе школьников. Учащиеся с 1 по 4 класса питаются бесплатно согласно федеральной программе. Регион подключается к ней второй раз подряд. Если в том году бесплатными были завтраки, то в этом обеды. Такое решение приняли родители. Что для нас очень важно, чтобы не отпускали родительский контроль. Мы один из немногих регионов, в котором был запущен пятиступенчатый контроль за организацией питания. Родители это, пожалуй, главный наш соисполнитель, от которого мы можем слышать правду. Подвели на штабе итоги субботника. 18 сентября прошел день чистоты. От мусора скверы, парки, дворы и леса чистили порядка 27 тысяч жителей. Активнее всех участвовали жители Павловского района. Алексей Русских также просил уделить внимание Заволжскому району. Жители снова начали жаловаться на едкий химический запах.